Как реализуются 45 региональных проектов в рамках 13 приоритетных нацпроектов, глава обсудил с членами правительства. Орденами, медалями и грамотами Союза Женщин отметили людей, которые вносят большой вклад в общую победу России в СВО. Кто стал победителем в соревнованиях по плаванию среди команд МЧС Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Осетии, Чечни, Ингушетии и нашей республики? Народное онлайн-голосование определит лучший горнолыжный курорт России, в котором участвует и архив. Голосование продлится до 15 октября. Здравствуйте на телеканале Россия 24, Вести, Карачаева, Черкесия, студии Майя Хамдохова. ВАК Карачаева, Черкесия провел совещание с членами правительства по вопросу реализации в регионе приоритетных национальных проектов. В 2024 году Карачаева, Черкесия участвует в реализации 45 региональных проектов в рамках 13 приоритетных нацпроектов. На совещании были заслушаны доклады председателя правительства Мурата Аргунова, а также всех министров, кураторов профильных нацпроектов. Участники совещания подробно посмотрели текущую ситуацию, разобрали конкретные меры для улучшения работы по реализации проектов, особенно в вопросе качества и срока выполнения работ. Рашид Тимрезов подчеркнул, что считает эту работу одной из приоритетных задач на ближайшую перспективу. В настоящее время все профильные министерства тесно взаимодействуют с федеральным правительством по формированию новых национальных проектов, реализация которых начнется в 2025 году. Он также поручил правительству усилить контроль за качеством и сроками выполнения производственных работ в рамках текущих нацпроектов, чтобы обеспечить их стопроцентное выполнение. Председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России, заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента Рифат Сабитов отметил, что аудитория вестей значительно помолодела. По его мнению, это связано в том числе и с проведением СВО. Которая учит людей любить свою родину, которая служит нашим общим задачам, должна быть и она будет всегда. Это правильно. И наконец-то на телевидении появилось много таких программ. Сегодня практически каждая семья, наверное, каким-то образом имеет отношение к специальной военной операции. У кого-то сын служит, у кого-то отец, у кого-то племянник, родственник и так далее. К сожалению, у меня племянник погиб на СВО. И поэтому нам действительно не безразлично, что же происходит в обществе. И в этом смысле сегодня наши информационные программы очень востребованы. И выросло новое поколение людей, которые вдруг повернулись лицом к новостям. Ведь был период, когда молодые люди не смотрели телевизор, не смотрели, скажем так, информационных программ, общественно-политических, сегодня они смотрят. Потому что они хотят знать, что же происходит вообще в стране, в мире. Это довольно тонкое искусство. Уметь им, о чем вы правильно говорили, все правильно и оперативно и быстро рассказать. Это очень важная задача, собственно, и миссия, и в том числе моих коллег в регионах. За это отдельное спасибо. Рассказывать о героях специальной военной операции, о людях, которые возвращаются. И, в общем, как бы пафоса с этим не звучала, уверенным нам инструментом воспитывать патриотизм в любовь к родине. Сразу нескольким событиям. Дню государственного флага и Дню офицеров было посвящено торжественное мероприятие, которое провело региональное отделение Союза женщин России в Карачаево-Черкесии. Отметили орденами, медалями и грамотами женщин, которые вносят большой вклад в общую победу России в специальной военной операции. На награждение побывала наш корреспондент Белла Джозаева. В последние два года женсоветы нашей республики, как и все женское движение России, немного отошли от своих главных задач, как то роль женщины в сохранении духовно-нравственных ценностей, воспитании нового поколения, защита интересов, статуса женщин, их семей и детей. Все свои ресурсы женсоветы направили на оказание помощи участникам спецоперации. Кто, как не женщины, будут болеть и поддерживать наших солдат. Именно таких активистов отметили на мероприятии, прошедшем в Центральном штабе регионального отделения Союза женщин России в Карачаево-Черкесии. В этот раз награждали членов женсовета Уживутинского района. Нескольким отличившимся женщинам вручили золотые медали, почетные грамоты, а также памятные медали дочерям отчизны. И главное, это были медали имени Валентины Гризодубовой, первой женщины, удостойной звания Герой Советского Союза. Именно с Валентины Гризодубовой началась история женского совета в нашей стране. Сегодня у нас очень серьезные награды, три медали, о которых я бы хотела вкратце рассказать. Если вы позволите, очень важная медаль Союза Женщини России, это памятная медаль Валентины Степановны Гризодубовой. Первой женщины, Героя Советского Союза и первого председателя Антифашистского комитета советских женщин, правоприемником которых сегодня является Союз Женщин России. Это, можно сказать, первый председатель Союза Женщин России. Эта медаль вручается за большой личный вклад в дело укрепления мира и согласия между народами, в семье, в обществе, за вклад в развитие наставничества и патриотического воспитания молодежи. Вручая награды, представитель регионального отделения Союза Женщин России в Карачаево-Черкесии Марина Барлакова отметила, что все эти женщины вносят неоценимый вклад в победу России, принимая активное участие в самых различных акциях и оказывая поддержку в сборе гуманитарной помощи для российских военнослужащих. С ответным словом к собравшимся обратились и прекрасные представительницы Узжигутинского района. Великое вам спасибо за то, что вы оценили работу Женсовета Узжигутинского района. В свою очередь я горжусь тому, что сегодня в этом зале получили такие награды высокого уровня. Люди, которые ежедневным своим трудом вносят вклад в свои прямые обязанности быть женой, матерью, супругой, чьей-то дочерью. Далее отличившихся женщин, а также мужчин-медиков, офицеров и волонтеров поздравил председатель Союза офицеров Карачаево-Черкесии и Самом Чуев. С Союзом офицеров России наши земляки были награждены медалями за ратную доблесть, за заслуги в здравоохранении и офицерскую честь. Я прежде всего хочу вас всех поздравить с Днем Флага России, с Днем Офицеров России, потому что это два очень важных праздника для нашей жизни. И, соответственно, пользуясь случаем, хотелось бы сегодня подвести итоги за 7 месяцев, прошедшие в 2024 году. Ну, соответственно, и, конечно, тем ребятам, которые помогали в войне, в специальной операции, отвозили гуманитарную помощь, где-то какое-то содействие оказывали, будут сегодня вручаться медали, грамоты, благодарности. В завершении мероприятия руководители регионального отделения Союза женщин России в Карачаево-Черкесии Марина Барлакова и председатель Союза офицеров Карачаево-Черкесии Исам Мамчуев подписали соглашение о сотрудничестве. Была Джозаева Виктория Карпенко, Вести Карачаево-Черкесия. Более 25 тысяч человек стали участниками республиканского субботника в Карачаево-Черкесии. Он прошел в преддверии Дня Республики и Дня города Черкеска и в поддержку Всероссийской акции «Вода России». В уборке территории задействовали более 500 единиц техники. Очищенная территория площадью 410 гектаров, собрано почти 300 тонн отходов. Глава республики поблагодарил всех жителей Карачаево-Черкесии, которые присоединились к субботнику и проявили свою социальную активность. Сотрудники госавтоинспекции провели в Черкесске ежегодную акцию «Дети собираются идти в школу». Полицейские призывают родителей неоднократно напоминать своим детям о правилах безопасности поведения на дорогах. Смотрите подробности. По статистике, август является самым аварийным месяцем летнего периода, говорят полицейские. Дети и родители возвращаются с мест длительного отдыха, немного позабыв о правилах пешеходного перехода на дорогах, о важности их соблюдения. Сотрудники ГИБДД призывают родителей предостеречь детей от неприятностей на дорогах, помогая и показывая первоклассникам маршрут от дома до школы и обратно. Буквально через неделю начнется учебный год новый. Хочется провести такую… посему мы проводим сегодня такую акцию, направленную на популяризацию использования светоотражающих элементов на одежде, на прилочки, это у нас стикеры, которые крепятся на одежду, на аксессуары, рюкзачки, портфели. То есть это элементы, которые будут делать деток в темное время суток более заметными. Правила существуют, чтобы их не нарушать. Профилактические беседы с будущими первоклассниками и их родителями. Раздача информационных буклетов и светоотражающих элементов на одежде привлекает внимание детей, тем самым проявляя у них интерес к выполнению и соблюдению безопасности на дорогах. Инспекторы ГИБДД отмечают, что нет ничего лучше практических уроков, поскольку именно они позволяют детям лучше усвоить дорожную азбуку и отработать навыки безопасного поведения на дороге и на улице. Как вы переходите дорогу на улицу? Если на велосипеде, то мы слазим с него, естественно. Ну а с пешком, естественно, смотрим по сторонам. Скажите, а были ли у вас случаи, когда вас останавливали сотрудники ГИБДД за нарушение правил? Нет. А у вас нет? Нет. То есть все соблюдаете правила дорожного движения. А вот то, что вам раздали сегодня, что это значит, знаете? Да, это означает, чтобы мы соблюдали правила и их, естественно, не нарушали. До начала учебного года осталось не так много времени. Вместе с повторениями школьной литературы Дорожная инспекция Черкеска призывает не только вспомнить о правилах перехода на дорогах, но и не забывать об этом ежечасно. Чтобы они в обязательном порядке на постоянной основе проговаривали, казалось бы, вот эти простые правила дорожного движения, которые нужны нашим детям, чтобы они повторяли с ним правила пересечения проезжей части, чтобы они сами в обязательном порядке, как полагается, пристегивали своих детей. На своем личном примере показывали, как это нужно делать, чтобы сами обязательно пристегивали. Майя Хамдохова, Ринат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. В Черкесске на базе плавательного бассейна Северокавказской академии прошли межрегиональные соревнования по плаванию среди команд МЧС России по СКФО. Цель мероприятия – достичь высокого уровня спортивного мастерства среди сотрудников МЧС. В соревновании участвовали 36 спортсменов, представляющие 7 спортивных коллективов главных управлений МЧС России по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Дагестан, Северной Осетии, Чеченской Республики и Ингушетии. К собравшимся обратились временно исполняющие обязанности начальника главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике и председатель общества «Динамо». Среди участников – как опытные спортсмены, так и новички. Свою физическую форму продемонстрировали как девушки, так и мужчины в таких дисциплинах, как вольный стиль и эстафета. По итогам напряженной спортивной борьбы сильнейшими стали команды Карачаева-Черкесии, Северной Осетии, Алании и Кабардино-Балкарии. Победители и призеры в соревновании наградили кубками, медалями и почетными грамотами. Глава Карачаева-Черкесии призвал жителей Республики проголосовать за курорт «Архыз», который участвует в национальной премии «Горы России» и претендует на звание лучшего в стране горнолыжного курорта. Премия проводится в целях развития горнолыжного туризма в стране, продвижения культуры активного отдыха в горах и, кроме того, является социально значимым проектом в рамках развития национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Напомним, курорт «Архыз» в этом году отмечает свое десятилетие и уже становился лучшим. Он считается одним из самых популярных направлений горного отдыха в России. Это точка притяжения для миллионов туристов из самых разных уголков России. И с каждым годом число гостей Республики только растет. Народное онлайн-голосование определит лучших и каждый может поддержать курорт и отдать свой голос на платформе национальной премии «Горы России» до 15 октября, призвал Хрошид Темрезов. Далее в нашей программе смотрите интервью с кардиохирургом, врачом высшей категории, кандидатом медицинских наук Тимуром Хапаевым. О сердечно-сосудистых заболеваниях и кардиологии в целом с Тимуром Сагитовичем поговорила наш корреспондент Белла Джозаева.